Друзья, всем привет! С вами Евгений Соловьев. Tiguan 2018 года, дизель изначально 150 лошадиных сил. И вы меня часто спрашиваете, говорите, Женя, расскажи нам про дизели, про то, как можно ли их чиповать, как они ездят. Ну вот сейчас мы, собственно, и поговорим, потому что машина интересная, 95 тысяч пробега, и практически все 95 тысяч она на чипе. Чип Еврокод, плюс коробка зашита в ТВС, и, в общем-то, сами понимаете, 95 тысяч это пробег, то есть здесь есть о чем нам с вами поговорить. Как вы знаете, дизелей бывает, ну, два основных, скажем так, да, это 150 сил, 190 сил. И в Россию официально поставлялись только 150 сильные дизели, что Tiguan, что Kodiaq. И ставит вопрос, а чем они отличаются, потому что 190 всегда в странах, где продавались одновременно два двигателя, стоили, ну, там, тысячи на три долларов дороже. То есть такое существенное отличие, и можно заподозрить, что дело не только в прошивке. В общем-то, так оно и есть, потому что у 190 сильных двигателей идет турбина с водяным охлаждением, другая компрессия, то есть немножечко другая поршневая группа, другой выпуск, другие тормоза. То есть машины действительно отличаются. Кроме прочего, эта машина 2018 года, если бы она была 2019 и не произведена в России, то она была бы с мочевины, с AdBlue. Здесь, так, ключок у нас подмерз. Ну, короче говоря, там ничего нет, то есть это нормальный дизель, и ничего отшивать, скажем так, не надо, потому что люди, которые покупают смочевины автомобили, потом начинают ездить, думают, так, надо что-то еще заливать дополнительно, зачем это надо, зачем нам Евро-6, Евро-5 нам подходит, и начинают, собственно, заморачиваться и как-то это дело отшивать. Но оно убирается, в общем-то, в этом проблемы большой какой-то нет. Самая же основная тема у нас сегодня, кроме того, как едет этот Tiguan, еще вопрос в надежности. Если помните, на канале, по-моему, Ердрея был ролик, где человек прошил такой же 150-сильный Tiguan и после этого приехал на капиталку двигателя. Как так получилось? Я разговаривал с ребятами, которые занимаются чип-тюнингом, и они мне, в общем-то, идею основную объяснили, что, скорее всего, у него были какие-то проблемы с мотором. Когда делают Stage 1, то чаще всего заливают так называемую консерву, то есть просто берут универсальную прошивку, льют и отпускают человека с миром, и не смотрят, как работает у него двигатель, не снимают с него логи, ничего. У этой же машины все сделано правильно, после того, как чип залили, ее откатали, сняли логи, откорректировали прошивку конкретно под этот автомобиль, несмотря на то, что он всего лишь Stage 1. И, как видите, вот 95 тысяч машина прошла, никаких вопросов по мотору, по турбине нет, при том, что владелец ездит в том числе на оффроуд, то есть он все-таки так или иначе ее насилует. Вы или ваши близкие планируете покупать автомобиль Амода, сейчас расскажу, как можно получить индивидуальную наклейку автомобиля в подарок. Покупая автомобиль Амода в Sigma Auto до конца года, вы автоматически становитесь участником конкурса. Главный приз – индивидуальная оклейка вашего автомобиля. Причем даже решетку радиатора можно затянуть в пленку. Или сделать вот такие вот индивидуальные ручки. Хотите цвет хамелеон? Нет проблем. Все участники конкурса получат новогодние подарки. Ну, а победители определят на оффлайн-мерприятии после Нового года. Официальный дилер Амода Sigma Auto находится по адресу Санкт-Петербург, Большой проспект Васильевского острова, дом 98. Всем желаю удачи! И, в общем-то, все поломки у этого автомобиля свелись к тому, что в какой-то момент у него протекла помпа и залила весь автомобиль антифризом. Но померла она не сразу. Антифриз уходил, владелец-то видел, просто не придал этому значения. И вот в один прекрасный день встал на трассе. Заодно и поменял ГРМ, потому что у этой машины ремень, а не цепь. Еще из поломок были заменены сайлент-блоки. В общем-то, за 95 тысяч это и все. Вам, наверное, интересно про расход топлива. Вы тоже меня все время спрашиваете. Вот если раньше до чипа в городе он где-то был литров 8-9, после чипа стал где-то литров 9-10. А на трассе, если выехать на седьмую передачу и переключиться, кстати, да, коробочка здесь DQ500, 7-ступенчатая, то что до чипа, что после чипа машина потребляет примерно одинаковое количество топлива, примерно 6 литров. Учитывая, что здесь бак почти 60 литров, ну, блин, красота. Уехать можно очень далеко. Наверное, самый интересный вопрос, это как этот автомобиль стал разгоняться. Насколько он стал быстрее. Ну, как вы понимаете, сейчас такая погода. Мы, конечно, с вами покатаемся на нем, но что-то замерить, наверное, мы даже пытаться не будем, потому что завод по сугробам, если бы не полный привод, то, наверное, мы бы здесь буксовали очень долго и нормально бы не проехали. Так вот, по паспорту Tiguan, в отличие от Kodiak, так как Tiguan поменьше, полегче, разгоняется за 9,3 секунды. Как правило, у VAG эти цифры достаточно точные. Как правило, вот сколько написано в паспорте, столько машины и едет. После чипа владелец сделал замеры, ну, несколько раз замерял. К сожалению, графиков я вам не покажу, их нет, но говорит, что получалось около 8 секунд. То есть чуть больше секунды получается, что на чипе он выиграл. Для сравнения, если вспомните, когда я замерял Kodiak дизельный, то он ехал 10.41 или 10.43 у меня, то есть разница даже в стоке весьма существенная. И отвечая на вопрос, стоит чиповать турбодизель или не стоит, ну, как показала практика, если двигатель новый, если он беспроблемный, если в нем нет каких-то скрытых недостатков, если нормально чиповать, снимать логи, то вот, пожалуйста, автомобиль бегает, несмотря на то, что, казалось бы, турбина не имеет водяного охлаждения и реально есть чего опасаться. Ладно, друзья, я думаю, что нет смысла нам под снегом здесь мокнуть, или не знаю, как это называется, когда стоишь под снегом. Я думаю, что давайте прокатимся на этой машине и посмотрим, как она едет. Давайте! Ну что же, красота, едем! Нравится! Мне, конечно, как дизели тянут, потому что они тяговиты, здесь в стоке 340, по-моему, ньютонов, метров крутящего момента, а, соответственно, на чипе должно быть еще больше. Коробка сама по себе держит, по-моему, 500, ну, соответственно, дальше можно ее снимать ограничения, скажем так. Конечно, полный привод, это песня, друзья. Я вчера на своей машине по лесу катался, на переднеприводной, за все цеплял, что можно, хоть у меня и ППД, и думал, выгребу из сугробов или нет. А здесь снег, не снег, вообще все равно. Она едет и едет. Конечно, хотелось бы мне ее замерить, но мы будем верить владельцу, что у нас есть честные 8 секунд. В общем-то, для машины, которая дизельная, изначально 150 сил, 8 секунд, это очень круто. Ну и вообще, в целом-то даже 9,3, сравнившим немножко диаком, это уже серьезно и приятно. Попробуем мы на этой дороге что-то сейчас понять. Потому что не знаю, что у нас получится. Ну и коробка, соответственно, шита. То есть, первая передача получается очень длинная, чтобы стоять... Ну, как длинная, она переключается позднее. Естественно, 13-е числа никто не менял. Да, для того, чтобы в пробках коробочку пожалеть. Ну и получается, что все передачи в этом смысле именно растянуты. Что не делают, обычно не делают, я не знаю, может быть, делают какие-то маньяки на сухих DQ200, что делают на мокрых коробках, это меняет скорость именно переключения передач, то есть, как сцепление сходится и расходится. И вот здесь эта настройка тоже выполнена. Ну, сейчас со светофором за нем посмотрим. Ну, там у них, в ТВСе было заявлено много всякого они делают. И типа, террисут с коробки, там и соленоиды что-то делают, и сцепление, и моменты. Ну, насколько это правда? Ну, и сначала я чип сделал, мне стало как бы интересно. А после еще как бы немножко себя сделал на коробку, чипы, стало еще интереснее. Да, что-то понять сейчас крайне сложно, я скажу. Но, опять же, Павел говорит, владелец, что на трассе обгонять стало приятнее, после 120 машина ускоряется заметно лучше, и, говорит, ну, максималка, говорит, вот, 200 км в час. Со 180 она едет, в целом разгоняется, после 180 уже стухает, и можно догнать до 200, ну, 205 это все, это край, машина больше не едет никак. И упирается, да. Хоть ты толкай ее, хоть ты с горки ее пускай, хоть на горку, она 200, 200, 205, и все. Груженная, легкая, без разницы, вот, видишь, движок уже не вытягивает. Ну, в общем, здесь мы можем ориентироваться только на слова владельца, то, что все, что я сейчас могу понять, что машина полноприводная, и поэтому едет она гораздо увереннее. Ну, и, соответственно, что момент значительно больше, чем на бензиновых машинах, да, что снизу, как бы, она прям такая тяговит-тяговитая. Больше сказать ничего невозможно, потому что противобуксовку, понятно, мы сейчас выключать не будем, да и смысла в этом никакого нет. Как-то проверить ее сейчас, ну, ускорение у нас тоже особо не получается, ну, что, ну, вот жму я в пол. Да, ну, вот колеса, да, она вот так то ускоряется, то подзатухает, стабилизация работает. Сложно что-либо сказать, поэтому... Да, это надо пробовать летом, но, может быть, летом мы и встретимся, в чем мы живем недалеко друг от друга, поэтому, может, мы встретимся, сделаем еще один замер уже непосредственно на камеру, плюс еще пробега немножечко увеличится. А, я сказал 96 тысяч, а у нее 86 тысяч. Да, я косикнул, друзья, 86 тысяч пробега, не 96. Вот, еще и пробега прибавится, может, соточка уже будет, да? Может, что-нибудь сломается. Может, что-нибудь сломается, отрыгнет. Да, как говорится, что для человека трагедия, то для блогера контент. Основная мысль какая? Если вы правильно подходите к чипу, если вы не чипуете какой-то непонятный двигатель, старый, который неизвестно в каком состоянии, да, и не заливаете туда то, что называется консервы, а если вы подходите грамотно, если двигатель у вас без ошибок, если он обслуженный, если вы после чипа снимаете логи, ну, вернее, те, кто вам чипует, снимают логи, вносят, да, какие-то корректировки вносят, то, в принципе, чего, вот бегает и бегает машина, несмотря на то, что у турбины нет водяного охлаждения. Больше сейчас мы ничего вам рассказать не сможем при такой дороге, поэтому подходите к чип-тюнингу разумно и тогда все будет у вас хорошо, будете кататься, кататься и кататься. Надеюсь, выпуск был интересный, надеюсь, он был полезный. С вами был Евгений Соловьев. Спасибо большое, Павел, за предоставленный автомобиль и рассказ о нем. До новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»